всех приветствую с вами дикий джонни я фанат мощи в искусстве и в жизни поэтому сегодня будет очень мощный выпуск помимо того что я аудиофил металлист я еще и кинофил поэтому я слежу за событиями в киноиндустрии я очень внимательно слежу за экшен фильмами за блокбастерами ну и также слежу за такой вот церемонией на которой у нас вручают оскары и вот недавно вы может быть знаете уже что прошла очередная церемония вручения оскара и это была очень сенсационная церемония в чем заключается сенсация сейчас вы об этом узнаете для начала я сделаю такое объявление господа если вы хотите чтобы на канале и дальше выходили ролики про тяжелый металл то пожалуйста переходите по ссылкам смотрите хотя бы вот посмотрите два предыдущих ролика они получились просто замечательными они у много времени потому что они короткие но они про очень крутые металлические группы и они к сожалению набрали по какой-то страшной причине очень мало просмотров поэтому переходить пожалуйста по ссылкам смотрите как только у хотя бы один из этих видеороликов наберет 3000 просмотров я сразу сделаю новый выпуск про металл а так я пока что не знаю нужен вам так сказать нужны ли вам видео про металл или не нужны как бы бог судя по количеству просмотров они вам не очень-то и нужны поэтому переходите по ссылке и смотрите ролики про криптик слорда смотрите вот последний ролик про группу бафомет пожалуйста и другие тоже ролики ставьте лайкос ставьте дизлайкос ставьте что угодно главное чтобы зрители не были равнодушными и тогда будут новые ролики про металл в огромных количествах так переходим к нашей сегодняшней теме сенсация в кино в чем заключается сенсация господа в этот раз жюри на оскаре не очень-то честовали фильмы с повесткой то есть даже они даже вот эти вот левацкие жюри поняли что дальше так нельзя что все хватит вот все эти диснеевские современные так сказать толерантно-наоборотные вот эти все фильмы уже надоели зрителям от них все плюются потому что когда толерантность это хорошо но когда толерантность наоборот когда начинает наоборот ущемлять там права там белых или еще каких-то в угоду там например черным или фиолетовым или еще каким это уже конечно же плохо и вот этот оскар получился таким поворотным победил во первых там в номинации по лучший фильм оппенгеймер хотя он мне не очень понравился но это уже какой-никакой сдвиг потому что в оппенгеймере там нету вот этого особого феминизма там нету всяких там допустим допустим трансов инвалидов до которых очень тоже стремятся показывать в кино ну тоже посмотрите догман например хотя лучше не смотрите это г догман это еще блин это позор кино я считаю ну так вот и главная сенсация этой церемонии что оскар за лучшие визуальные эффекты взяли японцы и это для меня был шок этот оскар взял фильм годзилла минус один я посмотрел трейлер там действительно просто сумасшедшие спецэффекты они очень реалистичные когда вот смотришь на события на экране то ты прямо чувствуешь что как будто ты сам в них участвуешь все эти разрушения которые там показаны взрывы паника на улице города когда люди убегают от годзиллы от его мощной поступи это все выглядит настолько реалистично как будто ты смотришь какие какую-то документальную съемку на съемку очень атмосферную навевающий ужас вот японцы это умеют показать в своих фильмах о годзилле и вот это я считаю фильм он будет шедевром меня еще никогда как бы японские фильмы о годзилле по своим трейлерам не обманывали если я вот смотрю трейлер японской годзиллы и он мне нравится то значит и фильм всегда получается шедевральным например предыдущий фильм шин гаджира я кстати ссылку на его страницу на кинопоиске оставлю в описании переходите поищите этот фильм обязательно посмотрите в шин гаджире был показан очень мощный бой и там действительно были классные спецэффекты хотя этот фильм он вроде даже не участвовал в церемонии оскара но бой вот эти все танки пушки которые атаковали годзиллу но все эти сцены выглядят просто очень мощно поэтому вот рекомендую этот фильм так вот в новом годзилле годзилле минус 1 боевые сцены выглядят еще мощнее еще более реалистичные разрушения паника какие-то вагоны разлетающиеся в разные места там корабли морской бой когда огромный боевой корабль японцев атакуют этого годзиллу фу там такая мощь показана и это вот конечно был шок что японцы наконец-то не просто научились делать классные блокбастерные эффекты в кино они еще по этим эффектам просто обошли американцев вот это первый шок сейчас сейчас у вас будет еще второй шок погодите дикий джо не умеет шокировать ну это точнее не я я вам просто говорю что произошло это вот японцы это японцы и господа и вот эти спецэффекты они конечно выглядят намного круче чем в каком-нибудь аквамении чем в чудо женщине кстати именно вот эти вот диссишные и марвеловские фильмы годзилла минус 1 и обошел на этой церемонии оскара он их просто удел он победил эти фильмы несмотря на то что в эти голливудские фильмы вбухивались просто сотни сотни миллионов долларов у этих фильмов бюджет по 200 250 миллионов баксов это просто сумасшедшие бюджеты так вот годзилла минус 1 просто уделать и блокбастеры и взял премию за лучшие визуальные эффекты посмотрите до трейлер этого фильма я также оставлю ссылку на этот трейлер в описании ну это просто вот что-то с чем-то мне как фанату мощи кино искусстве в музыке и я как бы уже очень такой искушенный фанат меня сложно чем-то удивить но вот этот трейлер меня он просто порвал это будет такой фильм еще блин это будет ребята фильм еще шедевр и когда смотришь конечно вот эти всякие диссишные марвеловские вот эти последние фильмы капитан марвел там аквамен второе чудо-женщина они вообще не впечатляют них нету мощи какой-то трезубец который стреляет разноцветными вот этими лучиками не чувствуется понимаете зрители уже перестали чувствовать вот эту мощь боевых сцен в кино и вот японцы японцы они вернули эту мощь потому что даже американцы вот своих последних фильмах о годзилле типа там годзилла 2 король монстров или там вот который скоро выйдет кинг-конг против годзиллы несмотря на огромный бюджет в этих фильмов нету никаких таких масштабных эпичных разрушений нету никаких впечатляющих боев там вот какие-то лет все лазерные от эти лучики пил пил которые стреляют ну как какие-то игрушки вот реально игрушечные боевые сцены это вообще ребята метро это не впечатляет или как в том же аквам они тоже какие-то эти лазерные лучики пил 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 ну знаете вот помню свое детство как вот такие же игрушечные пистолетики мы покупали в которых там вмонтирована была лампочка вот они такой же звук вот этот издавали также вот светились то есть это ну чисто пукалки такие несерьезные совершенно боевые сцены а вот японцы японцы они что сделали они вернули мощь боевых сцен в кино потому что когда вот эти огромные рсзо стреляют мощная взрывная волна от которой там искры переворачиваются тачки разлетаются в дребезги там лодки когда годзилла стреляет в ответы там его вот этот луч там проделают огромные дыры в земле разрушаются японские эти все небоскребы ну это выглядит очень впечатляюще опять же когда стреляют из танков да ведь последнее время в кино нам не показывают ни хрена никаких танковых боев опять же тут был по-моему два года назад фильм вышел на западном фронте без перемен вообще один из единственных фильмов за много лет где показан был реально мощный бой где были танки и пулеметы и вот такой мощи сейчас снимает очень мало то есть выстрел там даже бомба в кино танк в кино и создавки но они должны стрелять мощно производить вот это мощный эффект как будто ты сам присутствуешь на этих самых стрельбищах и вот японцы они вот это ощущение мощных выстрелов вот это вот этого реалистичного боя они вернули в кино и это дорогого стоит потому что ну реально таких фильмов где реалистичные мощные пушки стреляют они какие-то там трезубцы аквамена таких фильмов очень мало ну опять же если так вспоминать вот помимо этого фильма на западном фронте без перемен кто еще но мидуэй да тоже был с мощной стрельбой но это опять же фильм по моему 2019 года то есть очень редко выходят такие фильмы а тут японцы и вот теперь мы подходим ко второму шоку шоку да вот я сейчас вам советую присядьте обязательно присядьте отложите пока на минутку все ваши важные дела сейчас у вас будет второй шок фильм взявший оскара за лучшие визуальные эффекты снят всего за 15 вы не ослышалось 15 миллионов долларов 15 миллионов долларов не 150 а 15 в голливуде за эти деньги не могут снять даже чисто какую-то разговорную драму где нету никакого экшена здесь японцы за 15 миллионов долларов сняли более крутые визуальные эффекты чем в аквамэне чем в чудо-женщине понимаете чем в бэтмене против супермена понимаете бюджеты в 12 раз меньше чем у вот этих голливудских блокбастеров а качество намного выше и вот это тоже сенсация японцы они на самом деле сделали такую эпохальную вещь они показали всего всему миру что на самом-то деле снять мощную мощный боевик с мощными боевыми сценами это на самом деле не так дорого как нас вот в этом уверяют американцы это можно сделать за 15 миллионов долларов и не просто сделать качественно сделать настолько шедеврально что тебе даже за это выдадут оскар и вот это вторая сенсация и сейчас конечно люди начнут задавать голливудским режиссерам и киностудиям вопрос ребята а вот у вас бюджету фильма 200 миллионов а где бодрый экшен где вообще куда куда ушли эти деньги они вот этому этому какой там бену аффлек уначе пошли все большинство в карман да они вот этому еще кому там вину дизелю в карман пошли который там сидят просиживаю так сказать штаны на съемках и еще и там от себя там ногой отпихивают операторов говорят что мы это мы так не хотим сниматься мы хотим это еще больше зарплаты вот вот эти вот люди получается они что ли загробаствуют себе основную часть бюджета а на самом то деле на компьютерные эффекты и на съемку масштабных сцен где-нибудь на улице или в большом павильоне на самом деле не так уж и много денег то нужно и вот люди начнут задавать вопрос а какого хрена потому что вот японцы они показали что на самом деле хорошие визуальные эффекты и качественная съемка на натуре то есть где-то на улице города там в большом съемочном ангаре это на самом деле не так и дорого это конечно событие эпохальное потому что раньше еще такого просто не было да вот ну в новейшей истории кино да там вот за последний сколько двадцать пять лет такого еще не было чтобы у фильма получал бы оскара за лучшие визуальные эффекты имея бюджет и менее там двадцати миллионов долларов то есть это событие реально эпохальное и голливудским киноделом конечно сейчас будет очень много вопросов вот и я кстати еще очень рад что барби не получила там никакого оскара ну по этому за лучше саундтрек только ну в общем барби как бы пролетела и вот это меня порадовало вот там лучший документальный фильм кстати тоже получил оскара поэтому тоже поздравляю режиссера и ну и всех там режиссеров получивших оскар я тоже поздравляю включая режиссера опенгеймера хотя мне сам этот фильм не понравился но опять же чем хорош этот фильм он может быть заставит людей немножко поинтересоваться истории поинтересоваться вообще принципами ядерного оружия принципами системы в го вот возможно люди будут этим больше интересоваться как бы повысить свой там интеллект там и эрудированность свою так что фильм этот имеет такую познавательную можно сказать особенность так что ребята и далее очень важная так тогда новость как когда посмотреть фильм годзилла минус один ну я зашел на вот этот международный сайт movie точка ком где можно посмотреть даты выхода различных фильмов на блюрей дисках вот именно настоящее качество оно содержится не во всяких там вебдл рипах и вебдл ах а настоящее качество но именно на блюрей дисках то есть это блюрей 4к так вот фильм годзилла минус один на блюрей и блюрей 4к выходит 1 мая так что мы все обводим вот эту дату 1 мая в кружок потому что это будет величайший праздник я наверное буду ежегодно праздновать эту дату потому что для меня японские фильмы о годзилле это не просто кино это часть японской культуры это возможность увидеть неотвратимость надвигающейся катастрофы что опять же выгодно отличать японские фильмы о годзилле от американских американцы не могут показать вот эту идущую на тебя неотвратимость неизбежность и природную мощь а японцы это могут своим саундтреком вот этими вот это эпичный мощный поступив годзиллы которые они умеют снимать они передают эту неотвратимость и неизбежность поэтому я каждый вот японский фильм о годзилле всегда ждал и в 90-х кстати когда я только начинал интересоваться кино я начинал свой так сказать кинопуть свой киноманство именно с японских фильмов о годзилле 90-х годов таких как он тогда на нтв показывали они тогда в нашем переводе назывались возвращение динозавра вот но в оригинале фильм 92 года назывался годзилла против моторы потом нам вышли там годзиллы разрушитель годзиллы пришелец из космоса вот я как бы начинал свой киноманский путь именно с этих фильмов и годзилла для меня был всегда чем-то особенным но именно японский годзилла не американский для меня это всегда были фильмы особенные с особой атмосферой и заставляющие как бы тебя трепетать перед неотвратимой катастрофой и заставляющий просто твою кожу просто покрываться мурашками вот вот что такое для меня японские фильмы о годзилле и 1 мая я надеюсь мы получим возможность где-то на торрентах найти уже полноценный блюрейс этого фильма и это конечно замечательно ждать осталось недолго вот будем смотреть вот на 4k телевизорах у кого нет 4k конечно желаю вам приобрести 4k телевизор о лет потому что на таких телеках такие блокбастеры как раз таки и надо смотреть поэтому всех поздравляю с надвигающимся праздником шедеврального нового фильма годзиллы 1 мая теперь будет международный праздник и я очень рад что вот так получилось что мне выпало честь первому на ютубе объявить об этом празднике и об этой дате потому что именно выход такого фильма на блюрей ознаменует новую революцию в кино когда уже зритель получит возможность в максимальном качестве увидеть вот такой вот сенсационный блокбастер подписывайся на канал господа лайкосы жмем чем больше просмотров тем быстрее будут выходить новые ролики делитесь своими впечатлениями о трейлере нового годзиллы пишите вообще любой комментарий о кино или о некий но пишите то что думаете господа скоро увидимся